Пожар начался в коридоре. Когда родители и их 4-летний ребенок проснулись, огонь уже запер их внутри дома. Выбраться через окна они не могли из-за решеток. Защита от воров превратила садовый домик в огненную клетку. Судя по расположению тел погибших, мужчина пытался выбить решетки, а мать спасти сына, закрыв его своим телом. Тушить пожар в саду на станции Анатольской приезжали огнеборцы из Никола Павловского. Подъехать прямо к дому они не могли. Пожарные протянули через соседний участок рукавные линии и брали воду из реки. На реку устанавливалась мою мотопомпу для забора воды. И с использованием мотопомпы подавался второй ствол, был введен на тушение пожара. Приезду пожарных огонь уже обглодал дом, перекинулся на баню. По предварительным данным, причиной трагедии послужило короткое замыкание электропроводки. Такая проблема нередко приводит к возгоранию и гибели людей. Это не первый случай уже у нас в Тагиле. То есть у нас трое детей погибло в этом году. И в прошлом году, в июне месяце, в коллективном саду «Золотой ключик», также семья практически по таким же причинам и погибла у нас. Пожарные провели в коллективном саду «Дачник» на станции Анатольской рей. Рассказали, как можно обезопасить себя. Один из способов – автономный пожарный извещатель. Он реагирует на дым, работает от батарейки, стоит в пределах 500 рублей. Если бы у них в доме был автономный дымовой пожарный извещатель, то они, конечно, бы проснулись, и у них было бы время для того, чтобы… И бы разбудил звук. Неисправность электроприборов и электропроводки может стоить вам жизни. В случае пожара нужно звонить по телефону 101 или 112. Это единые номера для всех сотовых операторов. Александр Мешков, Михаил Крюков, Егор Егошин. Новости Тагил-ТВ. Новости Тагил-ТВ.